Очередь там в России. Более 30 минут россияне ждут, чтобы посмотреть на подбитые военные трофеи. Выставка военной техники открылась сегодня в России. Вот так вот. Но я бы даже сказала иначе. Они, наверное, так скажем, выстрелились, чтобы посмотреть на последствия террора Путина. И мне кажется, что, господи, прости, если им сказать, что там будут, не знаю, неживые бандаровцы, они так же придут и будут смотреть, и фотографироваться, и надеяться, что как-то это, не знаю, поднимет настроение. Вот как думаете, такое вот действие в России, насколько оно сегодня важно для каждого россиянина, и насколько оно есть востребованное? Потому что, ну, судя по очереди, ну, это, я не знаю, лучший мавзолея какого-то. Анастасия, я не хочу вас расстраивать. Я понимаю, что для журналиста немного грустно бывает узнать, что твоя версия оказалась неправильной, но ваша неправильна. Дело в том, что туда народ согнали пинками. Я знаю о том, что во многие-многие предприятия в Москве и Московской области прислали пресловутую разнарядку, в которой было написано, что с вас, уважаемый руководитель такого-то предприятия, столько, с вас, уважаемая директриса школы, столько и так далее. То есть, к сожалению, там или к счастью, ничего не меняется. Там, в общем-то, вся общественная инициатива, в том числе и общественная инициатива посмотреть на мертвую технику бандеровцев, она вот вся фейковая от начала и до конца. Что же касается, знаете, вот если бы вдруг, например, власти России провели бы рискованный эксперимент и посмотрели бы, а сколько народу реально бы пришло посмотреть на вот эту вот мертвую технику, да? А, кстати, знаете, да, что некоторые из нее добивали ночью, чтобы она помертвее выглядела? Да, были видео уже, да, фото, видео. Да, 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 как тяжелой техникой, кранами ломали немецкие леопарды, они не ломались еще, вот так было печально, конечно, для тех, кто это пытался сделать. Ну, так вот, если бы это действительно было бы на самотеке, то там сегодня, на будний день, было бы народу, ну, примерно ноль человек. Потому что, смотрите, если раньше мы, например, робко говорили все мы, наблюдатели, да, о том, насколько народу поддерживает вот искренне, да, вот это вот то, что Путин называет пресловутыми этими тремя буквами, да, вот кто поддерживает это слово из трех букв? Ну, я про СВО, если вы подумали о чем-то другом. Значит, соответственно, это СВО, мы раньше думали, что поддерживали, ну, десятки процентов, может быть. Ну, кто-то считал, что большинство народу поддерживает. Но сейчас мы можем уже достаточно уверенно обсуждать, вот после того, как мы провели, мы, я имею в виду все, кто настроен оппозиционно против Путина, все, у кого есть медиа свои, да, все, кто может какой-то камушек бросить в воду, да, и посмотреть, как круги расходятся. Так вот, по вот этим кругам на воде мы увидели, что как раз-таки наоборот, сегодня антивоенные инициативы в России, они пользуются поддержкой. Я уж не буду вам перечислять, это все набило ужасковину, там и проекты Дунцова, проекты Надеждин и так далее. То, что вот, как бы, делалось не столько для того, чтобы взял вот Надеждин или Дунцова, выиграли выборы, да. Понятно, что, например, на нашем канале мы про них давали постоянную информацию, как сумасшедшие с утра до вечера, не потому, что мы верили в то, что Путин сейчас проиграет Надеждину или Дунцовой, но мы хотели посмотреть, как бы, на настоящую реакцию, да. И, соответственно, по количеству просмотров, по количеству людей, которые реагировали, да, то есть, как бы, там можно все это высчитывать и смотреть, что действительно у антивоенной идеи сегодня поддержка большая. А вот у милитаристской по-прежнему, я посмелюсь вам сказать, что это единицы процентов. И вот то, что сегодня они сложили там этот весь металлолом, но вот сейчас, я думаю, что, зная российскую действительность, там будет у чиновников большая проблема, потому что там где-нибудь в каком-нибудь управлении внутренней политики, скорее всего, там у них есть департамент организации мероприятий, там работает, по-моему, до сих пор господин Тимур Прокопенко, если я правильно помню, значит, вот, в названиях могу путаться, потому что я уже несколько лет с ними никак не взаимодействую вовсе, значит, соответственно, вот у них есть сегодня задача, поставленная на совещание у целого Кириенко, значит, чтобы вот туда не зарастала народная тропа. Ну, хорошо, пополистость, то на Москву, Московскую область. Некоторое время это будет срабатывать. Потом, наверное, выделят бюджеты на то, чтобы согнать туда всех таджикистанских дворников, как это тоже делается на подобных мероприятиях, на Путинге все так сгоняют. Ну, а потом, я вот прям вот гвапки не ходи, как бы гарантирую, что потом доберутся и до дальних регионов. То есть, как бы будут автобусы присылать в Ашкортостан, Татарстан, из Чечни приедет актив, значит, и вот так они будут создавать там видимость вот этой вот народной тропы. Ну, а потом, естественно, как бы кому-то не захочется ехать, кого-то силой туда заставят приехать, этот кто-то вывесит в интернет бумажку, на которой будет написано, что такая-то школа, столько-то народа. И, в общем, вот это все, как обычно, стоит тайное, станет явным. Ну, вот если говорить о протестах и настроениях вообще в России, ну, сегодня есть очень такой яркий пример для тех россиян, которые, может, да, вот не согласны с режимом Кремля и, может, как-то сомневаются и думают, как можно сегодня устроить какой-то митинг, протест, это Грузия, где видим просто десятки тысяч людей, которые вышли против того самого закона, про инагентов, которого мы знаем, что очень хорошо работает в России. Вот как, думаете, могут вдохновить, скажем так, протесты в Грузии россиян или тех россиян, которые сегодня против, если их много? Ну, смотрите, как бы для вот нас, исследователей, да, тех, кто со стороны смотрит на ситуацию, как бы анализирует, все же это предмет, как бы, ну, достаточно научного подхода. Если говорить об этом, то есть если говорить про социологический такой подход, то сегодня в Грузии вот примерно та развилка, которую Россия проходила примерно в году так, в 2011, например, во время Болотной площади, поскольку тогда тоже были предпосылки к диктатуре, но, соответственно, еще были недозакручены гайки. То есть, грубо говоря, еще не так страшно было идти на протесты и даже более того, не так страшно было их организовывать. И более того, еще более того, с этим активом протестующих еще и власть тогда разговаривала. То есть, собственно, как бы вот все, весь этот набор, который, как бы, сегодня есть в Грузии, был в России тоже. Россия этот свой экзамен на демократию не выдержала, мы все дружно его провалили. Я тоже пару раз ходил на эти мероприятия, ну, и подумал, что, ну, вот, я уже молодец. Значит, несмотря на то, что у меня бизнес близок к государству, я все равно высказал свою позицию мощно, ну, и поехал дальше в ресторан на очередную встречу. Собственно, все мы так сделали в России, все мы проиграли Россию Путину в итоге. Ну, и, соответственно, и сегодня я с большим волнением смотрю уже как бы не как-то исследователь, да, циничный, а как уже человек, которому не безразлично все то, что там происходит, потому что чем больше Россию будет окружать демократических стран, тем быстрее и в самой России произойдут перемены, ну, и вообще, тем лучше для всей этой большой территории, для Европы лучше. Соответственно, я вот смотрю с беспокойством на Грузию и на грузин, а выдержат ли они вот этот тест на демократию? Победят ли там сегодня европейские силы, как в Украине они победили безоговорочно? Либо там победит партия, как она, путинская мечта называется, да? А я даже не помню, если честно. Российская мечта, путинская мечта, а нет, грузинская мечта она называется? Да, ну, должна бы называться либо путинская мечта, либо российская мечта, да? Я думаю, не припоминаю такого, да, чтобы было прям российское, вот так вот открыто, да, грузинское. Ну, по сути-то, это же так, на самом деле, мы же с вами это видим и понимаем, что действительно этот господин Иванишвили, человек, который в России попался на всех возможных аферах и замутах, человек, который, по-хорошему, давным-давно должен сидеть в тюрьме просто за воровство, понимаете, и за такую мелкую жуликоватость. Он же украл там, укрался, тут он на банке стырил, тут он на фирме стырил. И вот он после вот этого всего, значит, был взят за все возможные места путинскими мечтистами. Ну и, соответственно, отправлен прям вот конкретно как агент путинский задание развалить изнутри демократическую Грузию и привести ее в стойло к Путину. Точно такой же у вас, кстати, был такой деятель, помните? У вас тоже там была партия «Путинская мечта», называлась почему-то «Партия регионов», но от этого места, на самом деле, там как бы, да, от этого местоимения там события не меняются, да? То есть, соответственно, вот, собственно, понимаете, вот история повторяется, она много где. Вот пока из сдавших экзамен по демократии на всем постсоветском пространстве, это есть вот несколько стран, это страны Балтии, в первую очередь, затем к ним присоединился Украина. Но вот теперь посмотрим, как бы, когда все остальные демократизируются. На мой взгляд, это процесс объективный и неизбежный, поскольку я здесь присоединяюсь к тем, кто говорит о том, что демократия строй, конечно, несовершенной, но лучше него пока не придумали. И, соответственно, все эти там, как бы, бородатые мужчины в челмах, которые сейчас хотят, чтобы на части этих просторов, как бы, были совершенно другие порядки, и в этом, значит, экстазе слились с господином Путиным, и вместе с ним пытаются ввести вот туда часть этих стран. Я думаю, что они, конечно, провалятся и проиграют, поскольку я хорошо знаю жителей того же Таджикистана, например, у меня там есть друзья, и, как бы, я знаю, что нет у них никакого гена покорности, нет у них никакого гена там, я не знаю, чего еще, как бы, да, в России некоторые считают, что они могут быть только дворниками, это полная ерунда, это, как бы, представители большой культуры, да, и, в общем-то, на языке Хайяма они говорят, вообще-то, на секундочку. И поэтому вот я думаю, что вот сегодня это такой форпост очень важный Грузия, и я не знаю даже, как им могла бы помочь Украина, но, наверное, как-то морально поддержать, да, попробовать повытаскивать оттуда Михаила Саракашвили, да, вот, хорошо вам известного. К нему, я знаю, неоднозначно относятся в Украине, вот, он парень такой очень горячий, эмоциональный, но сейчас он такой очень важный символ, на самом деле, вот той европейской Грузии, да, он наделал массу ошибок, ломал немало дров и в Украине, и в Грузии тоже, но сегодня, конечно, его надо вытаскивать из тюрьмы, вот, но тюрьму он точно не наделал. И поэтому я думаю, что вот, может быть, здесь как-то помогать ему, может быть, как-то более жестко поставить вопрос перед властями Грузии о том, что они, по сути, сегодня медленно убивают гражданина Украины. Да, и мы знаем, что украинская власть также призывала Грузию отпуститься к Акашвили, были попытки, то есть здесь все понимают, да, за что он может сидеть, и все понимают, почему он нужен там сегодня, а не так, чтобы он мог говорить и мог открыто сегодня выступать на любых площадках. Тем временем, после ареста замминистра обороны России Тимура Иванова, главным застройщиком оккупированного Мариуполя может стать вице-премьер Марат Куснулин, пишет центр-досье с ссылкой на источники в военном своем окружении. Но вот здесь интересно, тогда уже получается, что то, что писал Фанэша Таймс, что Путин якобы устроил это все, чтобы как-то ослабить власть Шойгу, потому что после мятежа Пригожина она якобы укрепилась, то это может быть правда, неужели сегодня Путину действительно Шойгу не угодил, или он почувствовал, что кто-то сильнее него, такое может быть? Нет, это устроил не совсем Путин, но это все-таки, понимаете, Путин это же классический такой диктатор отлетевший, да, то есть он где-то там в своем космосе, да, он с реальным миром никак не связан на самом деле к его несчастью и к несчастью многих других, к сожалению. Соответственно, вот эти все большие интриги, которые под ним происходят, это никогда не потому, что сидел Путин в позе роденовского мыслителя, напряженно думал, как же ему придумать такую интригу, чтобы вот тут ослаб Шойгу, чтобы тут, значит, ослаб, я не знаю, Тимченко, который там когда-то у Шойгу купил рыбную компанию огромную и так далее и тому подобное. Нет, это не так. Путин человек, который воспринимает информацию очень плоско, очень однобоко, очень примитивно. Это человек, который никогда не читает больше, чем полстранички. Его напрягает чтение, он очень плохой читатель. Понимаете, я многократно был свидетелем того, как люди писали письма для Путина, и они говорили, старичок, давай поаккуратнее, давай все главное вот сюда, он же дальше третьего абзаца не уходит. Ну, просто вот люди обсуждали. И вот, соответственно, человек, который не уходит дальше третьего абзаца, вот, соответственно, вот он и по два-три абзаца воспринимал с разных сторон. Собственно, почему Пригожин был такой дерзкий, да? А не потому, что он такой прям сорвиголова был, и вот настолько он был, понимаете ли, там за какую-то свою правду, да, неважно какую. Дело в том, что за Пригожину уже тоже были его силы какие-то. И они тоже вот по эти два-три абзаца ежедневно давали Путину читать. Они давали Путину читать о том, какой Шойгу дурак, какой плохой военачальник, как он много очень ворует и так далее. Соответственно, эти люди, которые писали это, они были, условно говоря, представителями вот этого вот силового путинского блока, да, вот этих силовых путинских башен. Ну, там, где Патрушев у нас, да, и вот вся вот эта вот братья. Значит, соответственно, Путин не очень-то хотел их слушать, потому что если бы он еще и в разгар войны отдал вот этим людям в погонах вот всю власть, которая есть над пушками, ракетами, пистолетами, автоматами, всем тем, что взрывается и стреляет, тогда он бы вот как раз впал бы в зависимость от них. Почему он, собственно, и разделял вот эту всю полянку? Почему вот этот вроде как бы не военный Шойгу, человек, который не выходец из-за путинских каких-то кругов общения еще со времен КГБ, почему он, а почему не какой-нибудь условный вот чекист, там, какой-то старый питерский, да, как вот, например, там, ну, вот у него есть тут Бортников, тут есть Патрушев, тут есть, так сказать, этот Бастрыкин, до сих пор как это не приспорбно и не странно. Но вот почему нет? А потому что как раз ему нужно было, чтобы тут был какой-то альтернативный центр. Ну и вот то, что сегодня Путин пошел на то, чтобы все-таки такой мощный удар по этому Шойгу нанести, это говорит о том, что, во-первых, кто-то его удачно взял на эмоции. Это помните, как в фильме таком, который вы, наверное, смотрели когда-то в детстве, маленькая облигация говорила, не бери на понт мусор, да, вот его взяли на понт в этом случае, вот этого Путина, да, то есть ему там что-то такое сказали, что-то такое показали, возможно, как-нибудь там сказали, что вот, знаете, у них же есть у всех какие-то такие допустимые размеры воровства, да, то есть Путин прекрасно знает, что никто не живет на зарплату. Путин первый, кто не живет на зарплату. Путин живет на огромные гигантские нетрудовые доходы, которые льются к нему со стороны всех вот этих путинских олигархов. Везде он имеет свою доляну в 50%, как вот многие считают, что это прямо уже прям вот притчевый языцах, что никто даже не спорит, что в половине состояния Ротенберга сидит Путин, в половине Симченко тоже Путин, и Ковальчук и так далее, всего вот его круга. Соответственно, он как бы совершенно спокойно относится к тому, что у Шойгу тоже есть вот свои Ротенберги и Ковальчуки, размерами поменьше, ну и, соответственно, как бы вот им вроде все можно. Начинается как бы такая ревность у Путина, когда кто-то берет столько, что ему становится обидно. И вот какой-нибудь условный Ротенберг, я не знаю сейчас конкретно, кто это был, в бане, у них очень много вопросов обсуждается в бане, потому что они считают, что там их никто не слышит. И вот они сидят в этой бане с этим Аркадием Романовичем, вот сидит Владимир Владимирович, и Аркадий Романович ему говорит, слушай, этот наш Тувинский-то что-то как-то много берет в последнее время. Ты посмотри, вот я тут попросил, мне показали, и вот там, например, он в прошлом месяце в карман положил 2 триллиона. Я сейчас придумываю, я фантазирую. Но я прямо уверен, что именно такой ход мысли у Путина и был, именно такой разговор был с кем-то из аллигартов. Путин крякнул, подумал, что 2 триллиона – это много, что по-хорошему один из этих триллионов точно должен быть в его кармане. Я не знаю, насколько ему нужно много этих триллионов и зачем ему нужно такое количество этих триллионов, но они нужны ему все. Ну, как бы, понимаете, это маниакальное стремление шарика с помойки завладеть всем, до чего он дотянется в мире, оно как бы Путину присуще в максимальной мере, потому что вот он такой шарик с помойки, вот он такой шариков, который оказался вдруг, понимаете ли, в кресле и вот это вот самодержится большого государства, из которого так много можно красть. Ну и, соответственно, вот ему кто-то показал излишнюю, как бы, да, такую, как бы, воровскую историю с Шойгу, плюс к тому, в это же время кто-то хорошо разыграл всю эту сценку. Это именно разыгранные сценки. Например, те, кто мочили Шойгу все это время, они в этой бане не могли бы ничего показывать такого Путина, потому что, как бы, ну так не принято. То есть, если мочите, как бы, кого-то довольно давно, и тут у вас, как бы, дружеские посиделки, то на дружеские посиделки мочить никого нельзя. Там можно просто, как бы, дружески разговаривать. Соответственно, они друг друга привлекают к этим разговорам, к захвату друг у друга собственности. Они привлекают третьих заинтересованных каких-то своих лет, которые выглядят как незаинтересованные. Ну и, соответственно, вот этот вот условный Ротенберг вбросил эту историю про Шойгу. А вот какой-то другой условный Ротенберг он еще и вбросил тему с тем, как плохо Шойгу воюет. И вот этот человек совершенно параллельно, может быть, даже не в этой же бане, а там условно на следующий день там в каком-то самолете там откуда-то, куда-то они летели. И вот он говорит Путину, что Шойгу-то вот опять, понимаешь, что это самое, сейчас бы должен был уже Харьков бы взять. Но вот видите, говорят, что там как бы куда-то там финансирование Минобороны пропало. Понимаете, вот они его постоянно загоняют вот в такие простенькие ловушки, а тот, будучи примитивным существом, постоянно на это попадается. И вот, соответственно, как бы вот здесь вся эта история была разыграна как по нотам. И вот, соответственно, мы имеем то, что мы имеем. Потому что, ну, уже понимаете, будучи здравым человеком, что ковырять вот этот муравейник в разгаре войны, что бы там такого случилось, если бы этого Иванова они взяли через год, два, три, когда война кончится, либо приостановится хотя бы. Но сейчас же она в разгаре. Понимаете, сейчас идет это контрнаступление к 9-му чертову мая. Понимаете? Ну вот, соответственно, раз он это сделал сейчас, значит, его вывели на эмоции. И вот это вот прямо в 99,9 период. Не знаю, что выводило на эмоции чиновников, которые поехали в свое время работать на временно-кубирной территории, но там, я так понимаю, все настолько хорошо, что сегодня, как пишет издание «Медуза», те чиновники, которые там работали, пытаются покинуть свои посты, чтобы уехать назад в Россию и там продолжать свою карьеру. Как думаете, в чем проблема? Неужели для своих не создали каких-то хороших условий, не знаю, там, или какую-то там землю не выделили, да, украинскую, как любят сегодня, любят россияне захватывать землю, а потом их продавать, украинские. Что с такого случилось, что люди убегают? Ну, смотрите, во-первых, не все понимали, наверное, что происходит и куда они едут. Я нескольких этих людей знаю, из тех, кто туда поехал. Ну, поехали такие люди, знаете, очень авантюрного склада, и потом поехали такие люди, которые были научены опытом, знаете, каких-то своих коллег, которые удачно съездили в Крым, так скажем. В Крым очень много людей съездило, ну, еще раз, вот всех в колокольне, да, удачно, потому что они там помародерствовали успешно, они захватили кто-то какие-то дома, кто-то какие-то земли, кто-то какой-то санаторий бывший, ведомственный, украинский и так далее. Соответственно, кто-то приехал оттуда богатым человеком, уважаемым, и там же не было после этого ни одного выстрела, после того, как они туда приехали. А тут, понимаете ли, сейчас эти приезжают гаврики, условно, в Донецк, там совершенно неспокойно. Там мало того, что там по-прежнему стреляют, и по-прежнему там идет война, и никто никакой Киев за три дня не взял, и это все не стало глубоким тылом, как они рассчитывали все, когда туда уезжали. Так более того, там же еще и, там по сути же не появилось никакой там российской власти. Там же по сути действительно продолжается как бы совершенно бандитская история. Там же все друг с другом воюют, там все друг друга убивают. Там уже перестреляли они всех этих героев СВО, потому что, ну, как только там находят коса на камень, и как только там какие-то безинтересы не схлопываются, и там друг у друга они начинают отжевывать, там ларьки и так далее, там какие-нибудь незаконную торговлю углем условно, и что-нибудь еще, они друг друга просто взрывают там, потому что они так привыкли жить. Потому что, ну, вот там такая, вот там такой бандитский анклав. А те вот идиоты, которые не поняли этого, и которые приехали туда, вот, да, некоторые приехали, такие, знаете, в пиджачках, при галстучках, они такие подумали, что сейчас вот как в Крыму, они тут установят как бы эти самые российские законы, и станут здесь вот такой полноценной властью. А нет, там полноценная власть, она бандитская, и то как бы постоянно меняющаяся в силу перестрелок. Значит, соответственно, вот и сейчас им хочется оттуда выскочить, а как ты оттуда выскочишь? То есть ты туда подвязался уже ехать не для того, чтобы что-то начинать воровать успешно, а потом как бы, ну, соответственно, с наворованным там сладко и хорошо жить и вывозить денежки в Дубай. Нет, ты туда поехал как бы, как бы, из патриотических соображений. И, соответственно, вот ты как бы, ничего же не изменилось, война в разгаре. Ты какой повод сегодня должен найти, чтобы пойти к тому, кто тебя туда отправил и сказать ему там Владимир Владимирович, там Иван Иванович, Петр Петрович, я, короче, обратно, я устал, я мухожок, да? Вот, как объяснить-то? Ну, и, соответственно, они хотят выскочить, но уже и не могут, потому что сейчас всем-то хорошо. А где они возьмут новых идиотов, которые туда поедут? У меня возникает вопрос. А там на месте тоже коллаборанты уже закончились, они понимают, что это все, когда-то будет снова украинским. И там это запачкаться, это же потом будет, ну, скамья подсудимых, все видят это и знают. Вот вам и пад, пожалуйста. Но это, собственно, очередной пад. Путин, он себе пад и насоздавал везде. У него вся жизнь сегодня это пад большой. И он из нее может выйти только сам вперед ногами. То есть он ровно в той ситуации, как вот эти идиоты-чиновники, которые поехали туда, понимаешь, становиться новыми крымскими лендлордами. А получилась вот такая донецкая недосказанность. Да, тем временем, как сообщает мэр Одессы, что у Путина начинается такие вот ряд сакральных дат, это уже было таких два удара по Одессе. Есть погибшие 1 мая, 2 очень также важные для Путина, если говорить в контексте Одессы. Ну и, конечно, все ждут еще Пасхи, потому что говорят, что в эти минуты также что-то может быть. Сегодня в Украине будет усиленно работать полиция также в эти дни и в Киеве, особенно возле Киева Печерской лавры, как ни странно. Ну и, конечно, 9 мая, который для Путина есть Днем Победы, ну и он пытается хоть что-то себе захватить на территориях Украины. Ну, конечно, будем смотреть, надеемся, что наши силы обороны выстоят. Но здесь есть такая Витязева, и она говорит, что вот, хохлы говорят о том, что скоро будет атака на них. Но нет, все будет наоборот, мол, стоит России ожидать чего-то на 9 мая от Украины. Тогда боюсь спросить, кому ждать, чего ждать, и что для Путина есть сакральным, а что нет. Ну, смотрите, здесь такая вот многослойная история. Первое, я убежден, побывав в Украине, что вот даже на такие ублюдочные совершеннодействия Путина в Одессе, когда просто по местам отдыха горожан они кассетные бомбы швыряют. Я сам там гулял и снимал там. Я знаю, о каком месте речь идет, в том-то и дело. И когда они делают даже такие вещи, я все равно, зная украинцев и украинские, в том числе и властные организации, я понимаю, что они по мирным жителям российским не будут устраивать вот таких же массовых терактов, как Путин. Потому что, ну, потому что по-другому люди воспитаны, потому что они в европейской парадигме развиваются и они не хотят такого греха на душу брать. Но, что здесь может быть? Посмотрите, я убежден в том, что вот тот же самый теракт в Крокус-Сити совершили либо путинские чекисты и ГРУшники вместе со своими бородатыми друзьями из этого ИГИЛа, либо Путин вообще был в курсе, либо вообще он санкционировал, либо он вообще отдал приказ на это. Потому что не было никакого другого заинтересанта в этом Крокус-Сити, кроме Путина. Потому что его предупредили со всех сторон всей разведки разных совершенно лагерей. Начнем с Ирана, заканчиваем Америкой. И понимаете, и то, что он все-таки был осуществлен. То есть, понятно, что это в секунды можно было предотвратить, если ты бы был Путиным, который заботится о своих людях, о том, чтобы терактов не было. Но ему теракт был нужен для того, чтобы нагнетать вот этот градус истерии, для того, чтобы показать, смотрите, что подлые украинцы делают, и смотрите, как нам надо срочно всем в едином порыбе бежать, задрав хвосты на войну. Но никто не побежал. Соответственно, никогда Путин не делал терактов в одиночку. То есть, он всегда делал их по несколько. Соответственно, дома в Москве взрывались по несколько и так далее. То есть, школы взрывались и так далее. То есть, это всегда было несколько раз и всегда бенефициаром конечным был путин и соответственно я могу допускать что сейчас сами вот эти путинские друзья возможно опять какой-то коллаборации со своими негодяями помощники из какого-то очередного мерзкого игила и вот они могут сейчас сделать что-то вот такое под 9 мая потому что 9 мая это действительно 9 мая этого мне крокус сити даст группой пикник кстати изначально планировалось все это дело с шаманом да потом шамана я думаю отменили просто посчитав количество персон которые купили билеты ну как-то неудобно столько своих завалить сразу вот самим вот поэтому собственно и была выбрана группа на которую не ходит не захарова прости господи не песков и все вот это вот значит соответственно так вот даже вот этот вот крокус сити вот этот пикник и даже если бы это был шаман это все равно не 9 мая а 9 мая все-таки это сакральная дата действительно для многих россиян вот даже для меня кто ненавидит всей душой всю военщину и так далее как бы 9 мая но знать я помню разговоры с своим дедом да про войну про то что это какой-то ужас какая-то кровь как это не дай бог повторится и так далее для меня тоже это своеобразно своеобразная такая сакральная дата но с другой стороны не как у путинских идиотов которые кричат можем повторить но тем не менее да это важная дата для каждого россиянина потому что генетическая память есть потому что у всех погибшие или раненые в семье и так далее соответственно вот если там что-то такое путин сделает или его друзья тогда это может заиграть совершенно новыми красками и тогда вот тот градус истерии который путину нужен он может и получиться да и здесь конечно тоже вопрос тот россиянин который выйдет на парад победы может у него сегодня уже также погибли родственники как он будет вообще чувствовать этот день победы как это все будет в голове но мне вообще-то конечно вещи такие очень несопоставимы не знаю как это она работает на самом деле но будем будем смотреть конечно сколько там людей придет кто приедет путину к слову также интересно кто сегодня захочет все же да вот пожать руку путина в том числе ну да понятно но все же мы видим что с каждым годом таких людей все меньше и вот здесь интересно уменьшится ли сегодня круг таких людей будем наблюдать про нато в завершении разговора сегодня она то дает такой четкий сигнал россии потому что во первых они проводят самые масштабные учения со времен холодной войны и уже отработает нападение россии на латвию а мы знаем что сегодня страны балтии звучат все чаще мол эти эти страны могут быть следующими и тем более мы знаем что сегодня россия вытворяет возле стран балтии она глушит gps связи сегодня есть риск авиакатастроф об этом говорят также в эстонии и к слову эстония сегодня собирается уже обрешаться к евросоюзу чтобы но не знаю что то сделали или попросили путина или предупредили здесь также уже вопрос не началась ли уже гибридная война как думаете вот такой факт как учения путина останавливает пугает как-то влияет на него или здесь нужно какие-то другие методы использовать ну смотрите путин не в состоянии сегодня напасть не на какую страну нато у нас не в состоянии ни на ни на кого больше напасть сегодня потому что вот все что может делать это такой блеф как то например как бы то что он делал по поводу харькова например да когда там были там утечки что якобы вот сейчас он там стремительным домкратом ворвется и захватит значит а потом как бы ну мы смотрим все кто наблюдается этой войной уже много-много недели видим что ни малейшего передвижения этих войск российских более того мы и невидимо откуда могут взяться резервы этих войск потому что я просто их просто не откуда брать потому что несмотря на то что на варе шапка сгорела они отчитались просто круку что у них удачно получился теракт и они собрали дикие толпы в военкоматы но это что же казалось блефом нету не увеличилось количество солдат в российской армии неким нападать даже на харьков слава богу соответственно как они будут западать на латвию когда они получат со всех сторон подпор и все на что россия сегодня способна это облеф б это терроризм такой как в одессе такой на котором поймали на этой же неделе кстати в чехии да и уже вынесены приговоры помните значит соответственно и такой же как вот этот акт международного пиратства воздушного которые они сегодня совершают в небе над балтией когда они ставят под угрозу самое интересное они ставят под угрозу гражданские суда в первую очередь потому что у военных все это предусмотрено потому что военные могут летать без этих самых gps они могут по компасу летать и соответственно как бы это вот снова просто терроризм терроризм в адрес просто жители европы точно такой же как терроризм в адрес жителей вот одессы да чтобы они устали уже взмолились зеленский пожалуйста закончу хоть на каких условиях путинских хотя бы каких-то эту войну но они никак не хотят взмолиться об этом хорошо он сейчас попытается попугать европейцев европейцы по мнению путина наверно более малахольные и менее подготовлены к сопротивлению чем украинцы ну соответственно ну посмотрим как они отреагируют нужно мне подсказывать что я знаю хорошо тоже стороны балтия там и пожилые у меня друзей там много что там тоже не те люди которые сейчас сегодня упадут на колени перед путиным после даже вот таких вот терактов уже осуществленных и угроз осуществления новых не получится опытный там украинцы